Дети Асфальта рады приветствовать вас! Михаил Серков и Кристина Коранкевич, всем привет! До Нового Года осталось две недели и мы решили наш сегодняшний выпуск, последний в этом году, сделать эдаким праздничным. И пускай снега у нас немного, но зато у нас в программе веселые истории про Новый Год, рейтинг самых лучших елок и даже самый настоящий Дед Мороз. Так что присоединяйтесь к нам, будет очень интересно. Главная елка области засияла огнями, новогодние мероприятия стартовали. Начинаем отсчет до Нового Года. Искусственные и натуральные в гирляндах шарах и мишуре. Дети Асфальта увидели могилевские елки во всей красе. 25 лет он дарит радость детям и взрослым помогает верить в чудеса и, конечно, исполняет мечты. Самый главный Дед Мороз области в рубрике «Эксо Хома». В год овцы подарок должен быть с душой. Что будут дарить могилевчане своим родным и что хотят получить сами. Узнаете совсем скоро. Креативный и эксклюзивный символ Нового Года можно сделать самому. Мастер-класс от детей Асфальта. В прежние времена Новый Год встречали всегда однотипно. Шампанским, мандаринами, статиком оливье и, конечно, голубым огоньком. Но сегодня все изменилось. Надежда Мишкевич провела мониторинг самых последних могилевских событий и составила свой хит-парад. Отличный и теплый подарок. В новом году могилевчанам планируют сделать наш могилевский аэропорт. Открыть чартерные туристические рейсы в Болгарию. Сейчас идут активные переговоры с авиакомпаниями о возможности перевозки туристов. В ближайшее время заинтересованные турфирмы должны подготовить свои предложения о возможности загрузки рейсов и по направлениям. А для детальной проработки вопросов представители компаний «Белавия» и могилевских турфирм встретятся в Минске. Коммунальные службы Могилева решили сделать наш город еще чище и начать это дело в году уходящим. Отработавшие ртутные лампы теперь можно сдать в пункты заготовки вторсырья. Прямо рядом с домом. Оттуда лампы будут увозить на утилизацию. На всех заготовительных пунктах уже установили специальные контейнеры для отработанных лампочек. Всего их 17 в каждом микрорайоне Могилева. Сдача ртут содержащих ламп абсолютно бесплатная. Так что делайте мир чище вместе с нами. Во время республиканской акции наши дети в Могилеве накануне Нового года откроют детский дом семейного типа. Двухэтажный коттедж, рассчитанный на 10 детей и двоих взрослых, построили на улице Железняково за счет средств республиканского и областного бюджетов. Сейчас подбирается семья, а также идет поиск спонсоров, которые окажут помощь в благоустройстве, приобретении мебели, бытовой техники, посуды, предметов интерьера. Этот дом семейного типа будет первым в Октябрьском районе и уже вторым в областном центре. В преддверии Нового года для маленьких могилевчан закуплено больше 36 тысяч наборов сладостей. Средства на подарки выделены из городского бюджета. Вручать сладости будут на новогодних утренниках и благотворительных елках. Без конфет не останется ни один малыш. В списке ребята из многодетных, малообеспеченных семей, дети, находящиеся в социально опасном положении, воспитанники городского социального приюта, Центра коррекционно развивающего обучения и реабилитации, Дома ребенка. Конфеты также предназначены для ребят из дошкольных учреждений города и учащихся начальных классов. Утренники в могилеве начнутся с 20 декабря. Из чего лепить снеговиков? Возмущаются детвора. По утрам, конечно, радует выпавший за ночь снежок, но днем в могилеве царит декабрьская копель. Чудеса природы в рубрике без комментариев. Рубрика «Кулуары» для тех, кто хочет спросить, но не знает у кого. Сегодня мы собрали самые популярные новогодние вопросы и ответы на них. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия ожидают нас на новогодние праздники? Новогодние мероприятия в этом году будут многочисленные, разноплановые. 25 декабря начинаем с театрализованного шествия. От площади Славы до площади Звезд. 27 декабря и 1 января – молодежные дискотеки на площади Звезд с 18 до 21 часа. Новогодняя ночь с часа до 4. Начинаем фейерверком и заканчиваем развлекательные программы. Детский праздник будет проходить с 1 декабря в 13.00 на площади Звезд, с 7-го – Макаляды, с 12 до 16 – Печерский лесопарк. Будут ли скидки в магазинах перед Новым годом? Несомненно, планируется 28 декабря 2014 года у нас будет проходить акция «Единый день скидок» в Могилевской области. В данной акции планируют принять участие более 150 объектов торговли с предоставлением скидки от розничной цены в размере от 15 до 20%, а где-то и больше. Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь? Традиционно в новогоднюю ночь мы будем продлевать работу городского пассажирского транспорта. В частности, в новогоднюю ночь транспорт будет работать с нуля до 5 утра. Работать будет не весь транспорт, а только ключевые автобусные и троллейбусные маршруты, которые обеспечивают перевозками такие микрорайоны, как улица Фатина, микрорайон Казимировка, Зеленый Луг, завод Могилев-Трансмаш, железнодорожный вокзал и некоторые другие маршруты. Информация об этом будет размещена чуть-чуть позже в средствах массовой информации. Наш Могилев одним из первых в стране начал подготовку к Новому году. Дед Мороз зажег елку и с этого момента стартовали рождественские и новогодние мероприятия. Праздничным настроением прониклись и дети асфальта. Снеговики ворвались на площадь Ленина на мотоциклах, где их уже ждали подружки-снегурочки. Сначала спели... Потом рокеры сыграли. Да так, что разогрели публику не только в переносном, но и в прямом смысле. Огненный фейерверк вызвал и фейерверк улыбок, а их у главной елки города было несколько сотен. Могилевчане с удовольствием слушали прощальную речь лошади и приветственные слова козы, символов нынешнего и будущего годов. Аромат приближающегося праздника словно наполнял площадь. Главные персонажи праздника появились на упряжке. Еще громче стали возгласы, еще звучнее аплодисменты, приветственное слово Деда Мороза и вот он, торжественный момент. Ну-ка, елка! Раз! Два! Три! Всех обрадостно горит! Зеленая красавица величественна и грациозна. Она по-прежнему самая высокая и нарядная в Могилеве. К тому же в этом году убранство обновили новые светящиеся шары и гирлянды. Лучшая елка в городе. Дети очень любят елочку, смотрят, приехали специально, чтобы увидеть, как она зажигается. Поправилась тебе елка? Да. Какая она? Красивая. Отличное настроение, елка красавица. Могилевчане выстроились в хоровод, дело по вкусу нашла и ребятня. Возле елки начали играть в снежки или пить снежных баб. Праздник охватил всех. Отчет до Нового года начался. Чудо. Я хочу, чтобы все были счастливы, здоровы. Дети наши особенно были счастливы, здоровы. Это главное, наверное. Я хочу, чтобы Новый год прошел очень хорошо и чтобы все были счастливы во всей Белоруссии и в Могилеве. Я вот смотрю, Миша, какие все-таки интересные деревья можно встретить в Могилеве. Совершенно верно. А вы знаете, ты знаешь, что в Перми елки стоят обрабатывать специальным пахучим веществом? Да. Оно безопасно для животных, для самих деревьев и для людей. Зачем это вообще? Чтобы обезопасить их от незаконной вырубки. Принес ты такое дерево домой, а оно в тепле начинает жутко невкусно пахнуть. Поэтому у нас, слава богу, пока такого нет. Но я, на всякий случай, дома ставлю искусственную ель. А я натуральную все равно люблю. Вот запах хвои, ощущение праздника. У нас в Могилеве, слава богу, хватает и настоящих красивых, и искусственных. Рейтинг самых лучших елок прямо сейчас. Почти во всех странах мира елка является символом Нового года и Рождества. В каждом доме есть хотя бы маленькая, живая или искусственная елочка. Ну а в Могилеве зеленых красавиц даже не перечитать. Самая большая ель установлена на площади Ленина. Ее по праву можно назвать живой. Она собрана из множества маленьких. Собрать такое грандиозное сооружение – это совсем не то, что собрать елку из готового конструктора. Здесь хорошо потрудились. Елочка, да, она 35 метров, это вместе со звездой. Так, она на каркасе 32 метра. Установлено там 150 елочек. Елочки устанавливает наша организация. Каркас ДМП, а украшает горсвет наш. Пока в Могилеве только две искусственные елки. На звездочете и новая красавица на площади Славы. Специалисты говорят, что к следующему Новому году их будет больше. Ведь найти новогоднюю елку в лесу очень сложно, да и жалко вырубать. Ведь, чтобы вырастить 10-метровое дерево, понадобится не один год. На площади Славы теперь красуется искусственная 20-метровая ель. Новую зеленую красавицу установили совсем недавно, вместо живой. Именно она и будет в самом центре внимания в новогоднюю ночь вместе с салютом и праздничной программой. Многие могилевчане поддерживают идею установки искусственных елок и признаются, что дома тоже ставят искусственную. Настоящую жалко. Ну, зачем рубить? Пускай лет растет. Ну, конечно, настоящую, но искусственную смотрится хорошо очень тоже. Дома искусственная елка, ну, потому что так проще, вот, не нужно ехать в лес, она как бы стоит, готова всегда. Ну, мне жалко живую елку. Так что искусственную. Дома ставите искусственную. В Могилеве больше ста новогодних красавиц. По всей стране установлено больше тысячи. Самые высокие елки оказались сразу в трех городах – Минске, Могилеве и Витебске. Все три достигают высоты 35 метров. Ну, а самая высокая зеленая красавица в бразильском городе Риа-де-Жанейро. Дерево высотой 85 метров освещает 3 миллиона лампочек. Кто знает, может быть и наша могилевская елочка вскоре дорастет до размеров этой заморской зеленой красавицы. Миша, ты что задумался? Я решил подработать Деда Мороза. Значит, шубу себе куплю красную. Хорошая мечта у тебя. Или жены перекрашу тоже в красный цвет. Значит, что еще? Посох у меня есть, мешки с подарками, бороду отпущу сейчас, это можно. И глядишь на Бентли, заработаю, тебя так и быть, снегурочки возьму. Пойдешь? Не пойду, Миша. Потому что Дедом Морозом тебе не быть. Это не только тебе красные варежки, там шубы какие-то, посохи. Всегда важно внутреннее содержание. Олег Слесарев, например, вот не первый год уже главный Дед Мороз области. И поэтому поучись у него. Раз в году Олег Слесарев откладывает все дела на сущные, меняет строгий костюм директора на красную шубу и бороду, а модные туфли на валенки. Ну как? Похож. Похож? Уже лет 10 подряд этот Дед Мороз считается самым главным и в городе, и в области. Он традиционно открывает парад Дедов Морозов и рапортует мэру о готовности Могилева ко встрече Нового года. Вот и я. Пойдите, ждались. Всем друзьям большой привет. Директор Центра творчества детей и молодежи вдохновения, а в прошлом художественный руководитель Народного театра миниатюр «Факел» шутит. Сейчас он больше похож на Мороза, с годами стал более фактурным. Но и не это главное. Настоящий Дед Мороз должен быть добрым, искренним, дарить хорошее настроение. И не обманывать детей. Все, что обещают, все выполнялось, чтобы. С таким настроем и работа в радость. Тем более, если и рядом внучка-снегурка. Среди них, кстати, Дед Мороз настоящий кастинг проводит. Только самое-самое получает возможность сопровождать снежного деда в его волшебной колеснице. Снегурочка должна быть красивая, молодая, добрая. Захотите, могу вас взять, будете. Ой, я подойду, да? Снегурочкой, да, конечно. Ну а сейчас небольшой эксклюзив от детей асфальта. Поздравление самого настоящего, главного Деда Мороза. Каждый дом для вас. Семейного благополучия, по службе благополучия. Всем желаю здоровья, здоровья родных людей, близких. Чтобы все у вас было в новом году замечательно. Кристина, посмотри, кто-то прямо в центре города оставил кучу бесхозных подарков. Я планирую забрать один из этих подарков себе. Возможно, в одном из них модный современный блендер. Тебе зачем блендер? Очень хочется. Оставь его детям лучше. А в нашем сюжете тебе расскажут в год овцы, что нужно дарить. Какие подарки модные, какие не модные, что можно, что нельзя дарить. Поэтому оставь. Зачем детям блендер? Дайте мне. Маленький Ярослав сегодня будет писать письмо Деду Морозу. Поэтому тщательно и со знанием дела выбирает себе самый лучший новогодний подарок. Мягкие игрушки, роботы, конструкторы, велосипед. Настоящий ребенок асфальта. Робота хочу на радиоуправление и вертолет на радиоуправление, который летает. Летать уже умеешь? Летать уже умеешь? Нет. Будешь учиться? Угу. Как и в любой семье, где есть малыш, мало подарков не бывает. От бабушки, от дедушки, от мамы с папой. И, конечно, подарок от Деда Мороза. Новый год ведь только раз в году бывает. Мы покупаем подарки. Дед Мороз приносит друге всем. Да, мы покупаем подарки, а Дед Мороз сам приносит ему. То, что он заслуживает. А вот мама маленькой Софьи Наталья к подаркам пока присматривается. Важны и качество, и ценник. Но пункт номер один – то, о чем мечтает дочка. На то он и Новый год, чтобы ждать чуда и исполнения желаний. Мы сначала приходим, пока еще людей не очень много. Она смотрит, я наблюдаю за ней. Что же она смотрит, что она в руки берет? Здесь мягкую игрушку или какие-нибудь конструкторы. Хочешь такого зайца? Я хочу такой мягкий, что я здесь. Все, он мягенький. В этом многообразии можно затеряться. Говорящие куклы для девочек, вертолеты на пульте управления для мальчиков. А вот о таком плюшевом друге, наверное, мечтали все. Ну что, плюшевый, пойдешь ко мне жить? Косолапый мне так и не ответил. Зато ответят, споют и даже станцуют игрушки музыкальные. Отличный вариант, если не знаете, что подарить. Думаю, настроение они поднимут не только ребенку. Подарок на Новый год должен быть, мне кажется, не очень-то и полезный. Главное, чтобы нравилось, и главное, чтобы приносил радость. Своим друзьям купила много-много разных подарков. Девочкам купила парфюмерию, кремики, скрабики, молочко. Друзьям сувенирчики. Кстати, в топ-лист желаний могилевчан, кроме медведей, сувениров и косметики, входят функциональные подарки и эмоции. Берите на заметку, в год овечки и козы барышни порадуются ювелирному украшению. Ну а сильный пол оценит электронную книгу, подарочную коллекцию дисков или пластинок с любимой музыкой или фильмами. Что вы хотите бы приобрести? Сувенирную продукцию или с посудой что-то? Нет, больше сувенирная какая-нибудь такая. Вроде как и нужная, а вроде как и нет. А можно узнать, на какую сумму вы хотите выйти? Ну и главное, чтобы понравилось. В Новый год экономить не принято, но главное, все подарки нужно выбирать с душой, с заботой о том, кому они предназначены. Дети Асфальта желают вам в Новом году только лучших подарков от самых любимых. Говорят, лучший подарок тот, который сделан собственными руками. Но если вы мужчина, то лучше этот подарок купить. Дети Асфальта на 90% состоят из девушек. Кстати, двое из них сделали креативную и необычную елку. Давайте полюбопутствуем. Елка – символ Нового года. А мне, например, зеленую красавицу жалко. Давай придумаем что-нибудь другое, что можно заменить. Давай сделаем настольную елку из подручных материалов. Что нам для этого нужно? Каркас. Ленты. Украшения. Ножницы подойдут и различная фурнитура. Двусторонний скотч. Нитки. Краска. Два вида клея – это ПВА и силикатный. Начнем мы с каркаса и обклеим его двусторонним скотчем, чтобы нитка лучше ложилась на него. Начнем. В четыре руки справились быстро. Сейчас нужно придать новогодней красавице фактуру. Проще говоря, обмотать ее ниткой. И чем плотнее она будет, тем эффектнее будет смотреться наша елочка. Обрезаем то, что у нас осталось, чтобы елочка у нас была красивая. Главное – не порезать нитку веста. Стараемся. В принципе, можно было домотать до конца и сделать большую елку. Ну, мы делаем маленькую офисную. Кать, я так понимала, краска нужна для того, чтобы ее покрасить. Да. И дать ей какой-то праздничный вид. Конечно. Ну, краски у меня зеленой не было, поэтому елка будет золотая. Будем экспериментировать. Но главное – красить так, чтобы не покрасить все окружающее и всех окружающих. Ты же не хочешь на золотые волосы? Я бы не отказалась. Ну, давай попробуем. Сейчас ты много. Волосы покрасим позже. Пока прокрашиваем елочку и оставляем сохнуть. В это время займемся украшениями. Давай начнем, наверное, с такого цвета. Давай. Так как елка у нас золотая. Да, будем брать серебро. Хороший акцент получится. Бусинки, звезды и бантики – все это нужно приклеить. Ну, а процесс приклеивания пальцев в бижутерию подходит к своему логическому завершению. Та-дам! Барабанная бровь. Оп! Готово! Спасибо, что были сегодня с нами. С наступающим 2015 годом! Пускай ваша жизнь будет такой же красивой, как эта елка. И блестящей. Весь год дети «Асфальт» рассказывали о Могилеве, о интересных фактах и событиях. Ну, а сегодня мы решили дать слово вам. Горожане поздравляют друг друга с Новым годом и родной город. Прямо сейчас. Мира, благополучия и согласия всем мире. Как всегда, счастья, здоровья, любви, успехов. Пусть желания, планы, мечты – все осуществляется в новом наступающем году. Всем здоровья и поменьше всяких чрезвычайных ситуаций. С Новым годом! Чтобы в новом году все у нас получилось, исполнилось то, о чем мы мечтаем. Удачи, счастья, любви. Счастья, здоровья, денег побольше. И самое главное – не унывать в следующем году. Поздравляю с наступающим новым годом. Чего себе хотите пожелать? Да ничего, в общем-то. Представить сессию. Своим родным хотела бы пожелать счастья, здоровья, а себе удачной сессии с дачи. Счастья, здоровья и всего хорошего. Здоровья – раз, здоровья – два и немножко удачи. Ну и куда же нам без культурных новостей? В рубрике «Культивижн» Седа Каспарова собрала самые сочные могилевские мероприятия. Всем предновогодний культ привет. Начнем по традиции с обзора культурных событий, которые ожидают нас в ближайшие дни. 20 декабря могилевчан и гостей нашего города ждет особенно насыщенный день. В Музее истории Могилева в 15.00 начнется концерт «Джаз на коляды». В клубе «Куба» в 16.00 – «Рок-елка» с участием групп BN «Заточка Тритон» и «Бедлам 4444». В 20.00 в антикафе «Чердак» приглашают вас на выступление группы «Коктейль Шаляпина». Театры и Центр внешкольной работы готовят для маленьких могилевчан новогодние спектакли. Постановки на любой вкус – от старого доброго щелкончика до рождественского балла «Золушки» – премьеры на носу. Поэтому сейчас репетиции идут полным ходом. Корреспонденты «Культивижн» поинтересовались, чем будут удивлять малышей под Новый год. В Могилевском драматическом театре репетиции всем хорошо известны сказки «Щелкунчик». Выбранный новогодний репертуар, уверена, минский режиссер понравится всем. Эта сказка, она очень христианская. Христианские, семейные, такие традиционные, надежные ценности. И мало того, что она очень волшебная, мистическая, чудесная. Здесь много событий, много действий. В областном дворце внешкольного творчества по традиции будут удивлять спецэффектами, песнями и костюмами под заказ. Сюда еще будут добавлены карманы, ордена. Мюзикл «Летучий корабль» обещает быть зрелищным, как настоящая новогодняя сказка. Мы вообще такие бабкиешки, летающие ребята. Так что смотрите, на самом деле, как полетим, полетим, так не споймаешь. Мы будем вновь удивлять сказкой, но на новый лад будем говорить. И с интересными героями, любимыми, известными, но уже несколько современной интерпретацией. Я думаю, что нашему могилевскому зрителю обязательно понравится. Перед каждым спектаклем зрители ждет представление с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юные могилевские музыканты стали лауреатами международного музыкального конкурса в Гомеле. Музыка «Надежды» собрала молодых исполнителей из пяти стран. Кроме белорусов, за награды боролись дети из Украины, России, Молдовы и Латвии. Всего 120 участников. В этом году в программе были фортепиано, виолончель и скрипка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регулярные занятия и любовь к своему делу – главный секрет успеха, говорит Лиза Сидоренко. С международного конкурса «Музыка. Надежда», на котором она была впервые, Лиза привезла грамоту. И это не просто честь, уверена Лиза, а настоящий старт, чтобы добиваться еще больших результатов. Я переживала, там было очень сложно. Ну, еще я болела за двух паш, чтобы у них было все хорошо в конкурсе. Юным музыкантам помогали и родители, и учителя. А методическую поддержку оказывал музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. А впереди новый конкурс, 13-й по счету, к которому ребята, кстати, уже начали готовиться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зима – время подарков. И всегда здорово, когда подарки эти вы можете сделать своими руками. Если никогда не пробовали, не страшно. Творческое объединение «Коломбина» приглашает на теплый мастер-класс в антикафе «Чердак» на Ленинской 7. Под руководством мастериц вы сами сможете сшить символ грядущего года – овечку, и подарить ее близким и родным. Узнать, что такое тильда, можно, заглянув на выставку в фойе Могилевского областного центра народного творчества. Более 70 работ, сделанных руками мастериц «Коломбины», украшают коллекции любителей текстиля и заботливых хозяек. Кукол от «Коломбина» уже оценили могилевчане, пришедшие на благотворительный вечер, организованный в антикафе «Чердак» нашей телерадиокомпании. Разлетелись они, как горячие пирожки. А теперь ваш черед творить. 21 декабря мы приглашаем желающих поучаствовать. Мы будем шить сувениры к Новому году, ручной работы, которую можно потом будет подарить своим близким, порадовать их этим своим каким-то кусочком творчества. Это всегда очень приятно. Фрагменты впечатлений выставка фотографики известного в Беларуси художника, профессора, ректора Белорусской государственной академии искусств Михаила Борозны открылась в Могилевском областном художественном музее имени Павла Масленникова. Фотографика представлена в камерном зале. Одни работы – реальные фрагменты из жизни, а другие – постановочные. Но все они имеют глубокий философский смысл. Понять выставку помогает фильм «Квадраты», где запечатлены на фото обычные вещи, но они заставляют думать и размышлять. Продлится выставка до 12 января. Есть спрация, как вот этот корабель «Ладья Роспочин». Это уже другой вид творчества. И он у моэстернии, и он на столе, где на великой просторе так само отбываются великие почутки. И их пытаешься реализовать с допомогой складанной техники. Когда там на прохожей линии я зарабил за годину некий из дымок, то тут на работу пошло неколько месяцев. На этом у меня все. Редакция «Культивижн» поздравляет всех с наступающими праздниками, а я традиционно желаю вам новых культурных открытий. Я сейчас опять расплачусь. Да ладно? Подходит к концу наша программа и завершается 2014 год. Не плачь, потому что мы уходим на зимние каникулы. Мы вернемся уже в следующий четверг. Нет, в следующий четверг, Миша, 25 декабря, это Рождество. Согласен, через четверг? 1 января тоже отдыхаем. В общем, в четверг мы с вами увидимся. Судя по погоде, то после дождичка. В четверг ждите нас. С наступающим 2015-м. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом.